Сейчас позвонить надо. А где вы находитесь? А мы в Барнауле. А мы к вам приезжали в общину на службу. А когда вы приезжали? А вы не помните нас? Мы с мужем-то приезжали. Ну, напомните. С кем вы были? Ну, Роман и Галина приезжали в субботу, а ты Елена и Кладущев. Мы два раза у вас были. Не знаю даже. Вы сами по себе одни были или с кем-то? Ну, мы с мужем были. А с какой целью вы были? Ну, мы на службу приезжали к вам. В гости. У нас такого нету, чтобы гости приезжали вообще. Какие гости? Друг друга не знаем. Какие гости? Нам надо все... Ну, все год мы к вам приезжали в Барнауле. В Барнауле приезжали. Ну, да Барнаул это одно, а деревня это другое. Здесь надо человека обдумать, как его. И кормить надо, и где спать. И все. Незнакомого человека как можно принять с улицы? А у нас люди отовсюду, с разных стран. Мы так не можем. Мы хотели приехать год назад. Вы нам разрешили, у нас не получилось. А в этом году получается приехать, и мы хотели бы приехать. Нет, так не бывает. Мы заранее люди знакомые, поэтому мы назначаем время. Они готовятся ко крещению. 7 июля, воскресенье, будет крещение. Вот полторы недели осталось. Ну, я знаю, да. Так никак не может быть. Я вас, если я объявлю, никто не скажет, что вас знает. Вы с нами участвуете в утренних дневных молитвах? Да, я по возможности выхожу. Утром, днем, вечером. В скайпе. Не знаю, надо посмотреть будет. Ну, мы хотели с детьми приехать к вам. Ну, а смысл какой приехать-то? Зачем? Ведь это не просто так. Это человек живой. Его надо встречать. Поезд только в ночное время бывает. Дорогу сами не найдете. А мы из Барнаула. Нет, мы из Барнаула. Мы сами можем на машине тогда ехать. На машине это вопрос другой. Мы можем выдать путевку. Все, но мы должны знать, зачем ехать. Мы хотели с детьми приехать. Как бы я... Муж нас хотел привезти, допустим, в субботу, а в воскресенье он уедет, а мы хотели на недельку остаться. Не знаю. С ребятишками. А у вас сколько ребятишек? Четверо. Четверо? Да. А какого возраста? Десять лет. Восемь. Пять. И два года. И кто? Тол какой? Девочки. Все четыре девочки? Да, да, девочки. Интересно. А почему вы раньше не сказали? А раньше почему об этом не сказали? Да, раньше никак у нас не получалось. Мы тут болели сильно весь июнь. Все по очереди, с температурой совсем. Мы бы назначили вам поручителей, люди, которые есть, которые специально занимаются, узнают, помогают. Да, Лена Гладыщук, Лена Гладыщук, которая меня знает. Не знаю, она откуда вас знает? А почему вы не с ней сейчас зашли? С ней почему не зашли? Подержали. Ну, сейчас бы зашли вместе-то. Это уже было бы разговор проще. Не с ней? Ну, я не знаю. Ну, что знать-то? Если вы знаете... Это с ней было перезарято. Если вы знаете ее, то ясно дело, что нам легче было бы с вами разговаривать. Нам нужен поручитель за человека, потому что у нас свои правила, и правила это строжайше нужно выполнять. Встаем мы рано. Мы не приехали. У нас не получилось. У нас машина сломалась. Давайте так договоримся. Вы с Еленой выйдите на меня и переговорим. Это не будет гарантией, но, однако, это уже что-то. Мы отсылаем... Мы позвоните Лене, да? Обязательно с ней вместе зайдите, что она подтвердит, что вас знает, и тогда будем говорить, когда можно приехать. А когда вам позвонить? А я вам скидывал уже. Я сейчас только... А, утром, да? Я только скинул вам сейчас. Когда? Что я поняла? Там все указано, что обязательно, что у вас должен быть глазок. Вот вы сейчас бы, если не вышли, в течение одной минуты. Я бы вас уже заблокировал, черный список занес. Потому что на нас столько людей идет. Мне пришлось заблокировать 32 тысячи человек. Да я знаю, Игнатий Тихонович. Потому что что попало делать, что попало говорят, а за каждого отвечать это никак не будет. Конечно, я понимаю, я знаю, как бы это все понимают, знаю. Я просто думала, вы-то меня уже знаете. И вы, я думаю, уже, ну... Тем более вы мне подрешали в прошлом году. Так, вы одни, без мужа? Сейчас без мужа он это... Он на дачу уехал. Условия такое время не тратите. Выходите на Гладыщук, и пусть она с вами вместе здесь будем. Я буду попутно задавать вопросы, чтобы она от вас взяла, как поручитель вас, что все нормально. Хорошо. И тогда с ребятишкой можете приехать. Тогда мы назначим время, что, что, как стоить, к чему, что с собой взять надо. Ну просто по времени, понимаете, мы можем только... Вот выходные меня может муж отвезти. Среди недели никак не получится. Ну максимум он в понедельник меня еще может увезти, потому что на больничном. В понедельник у него еще больничный. Ну так больничный это свободный человек может ехать. Ну вот у него в понедельник он заканчивается. Ну не знаю. У нас остается ровно одна неделя. Первого числа мы уже встречаем людей. Сразу около 30 человек, представьте, хотели приехать. С ребятишками. С вещей какой-то приезжать хочет и 8 ребятишек. Ведь это речь идет по дням, чтобы принять, напоить, накормить. Ночью, чтобы было где им отдыхать. У нас палатка есть. У нас палатка есть. Ну это хорошая палатка есть. Спальники у нас есть. У нас как бы шатер есть. В принципе мы можем-то и в палатке какое-то время пожить. Хорошо. Выходите на гладящих и будем говорить. Вместе вот так. Хорошо, я сейчас позвоню. Прямо сейчас позвоните и вместе выходите. Я еще тут буду полчаса. Мы же работаем, работаем все время. И поэтому дома вчера такая жара была. Я на жаре тут вышел полуживой. Да на холодной бане хоть маленько там ополоснулся. Ночью опять встречали человека. Человек уже не доспал. А работать надо. Все, еще картошку не посадили. Все, еще сажаем. Вот так. Ну на этом все. Сейчас я ей позвоню. Подождите мы в течение полчаса, если у нее получится. Все, все отходим. Вы вместе позвоните. С Богом. Да. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом.